Ни одно социальное обязательство не вычеркнуто из бюджета на предстоящие два года. Об этом президенту доложил премьер-министр. Проект главного финансового документа страны будет внесен в Госдуму уже на этой неделе. Как мы и договаривались, в бюджете 2017 года заложены средства и на одноразовую индексацию, в объеме 5000 рублей для пенсионеров, причем для всех категорий пенсионеров, и необходимые ресурсы для индексации по реальной инфляции этого года? Именно так, значит, там заложены и средства свыше 220 миллиардов рублей на проведение одноразовой выплаты в отношении всех пенсионеров, которые у нас такую выплату получают, а это и работающие, и неработающие пенсионеры, и заложены средства на проведение индексации по итогам 2016, то есть текущего года, что будет сделано в начале 2017 года. Причем мы возвращаемся к тем параметрам индексации, которые изначально и были установлены, то есть на уровень инфляции. Ну и остальные социальные расходы предусмотрены так, как и планируется. Все расходы социального плана, все расходы, которые связаны с выплатами, компенсациями, пенсиями, вообще все социальные расходы, они запланированы в необходимых объемах, они не уменьшаются, они остаются в рамках плановых показателей. Все социально-нормативные обязательства будут профинансированы в полном объеме и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах. Премьер рассказал, что бюджет на 2017-2019 годы уже сверстан из минимального расчета на нефть, 40 долларов за бочку. По плану правительства в следующем году дефицит должен составить 3% ВВП, но инфляция достигнет 4%. Президент на встречу призвал внимательно проработать с депутатами бюджет, чтобы не разбалансировать макроэкономические показатели.